Приветствую, друзья! Сейчас мы изучим всю теорию, которая нужна для решения первой части стереометрии. На самом деле, слово стереометрия здесь звучит как-то избыточно грозно. Стереометрия — это действительно очень сложный раздел математики. Во второй части мы с этим познакомимся. В первой части — это формульная стереометрия. Для её решения не нужно никаких геометрических соображений. Достаточно просто знать набор формул, ну и, собственно, его применять. Сейчас мы изучим. Сразу отмечу, я сторонник всегда выводить всё, что можно вывести. И, конечно же, любую формулу, в том числе и стереометрию, вывести можно. Но если говорить там про, к примеру, шар, то вывод формулы несколько избыточен. Как покупать корову ради стакана молока? Ну, избыточно же, избыточно. Также и здесь, что нужно вводить тогда определённые такие инструменты, которые достаточно сложны. Некоторые формулы придётся принять на веру. Ну так, мы немножко из понятийных соображений посмотрим. А то, что можно вывести, то выведем. Ну всё, хватит болтать, понеслась. Первая фигура, с которой мы поработаем, это куб. Ну, куб ещё называют таким же организмом объёмный квадрат. Конечно, это неправильно, но для понимания нужно, что это такое. Если сторона куба А, тогда мы понимаем, чему равна площадь поверхности. Площадь поверхности состоит, ну, как кость мы бросаем, шестигранную. Шесть квадратиков со стороной А. Площадь квадрата А квадрата, таких квадратиков шесть. Значит, площадь поверхности шесть А квадрат. То есть, смотри, в стереометрических задачах у нас получается у фигуры стереометрических характеристические величины – это площадь полной поверхности, площадь боковой поверхности и объём. То есть, в отличие от планиметрической фигуры, где нас интересует периметр и площадь, здесь у нас вот эти элементы – объём, площадь поверхности и, порой ещё говорят, площадь боковой поверхности. Шесть А квадрат. Теперь, что же у нас получится, если говорить об объёме? Как это можно себе относительно легко представить? Вот что такое объём куба? Мы ставим вот такие квадратики высотой один сантиметр, ну, какую-то одну условную единицу, сколько получится таких квадратиков? И квадратик какой-то считаем условной единицей площади. То есть, смотри, у нас сторона А, сторона А, значит, площадь А квадрат. И мы вот так вот выложили, значит, объём куба А куб. Теперь, что важно. Когда дело касалось квадрата, мы помнили про теорему Пифагора, что если сторона квадрата А у нас сразу выстреливала, что диагональ – это А корень из двух. Достаточно удобно, что они дружат через корень из двух. Вот диагональ куба дружит со стороной через корень из трёх. Очень легко запомнить, мы перешли в три измерения. Кстати, вот говорят, там, к примеру, кинотеатр 3D, ну, что это значит? Three Dimension, Dimension измерения, там, 2D, 2D, мы там какую-нибудь стратежку играем, там, 2D, 3D, вот. Соответственно, объём получается А куб. Теперь, если говорить про диагональ, то диагональ, вот, диагональ куба, какая-то D, D – это будет А корней из трёх. Отмечу отдельно. Можно писать корень из трёх А, но такая форма записи считается не очень хорошей. Она абсолютно допустима, что возникает опасность отнести А под корень. Поэтому обычно пишут Х корней из трёх. Ну, или же, вот я рекомендую, если в такой форме записи, то очень чётко обозначать, где заканчивается корень. То есть, какой элемент находится под корнем, чтобы не взять под корень чего-то лишнего. Корень из трёх А. Можно это вывести через теорему Пифагора. Два раза её применить. То есть, что будет? Если мы применим, вот у нас А и А, здесь мы применили теорему Пифагора, для нижнего треугольника получаем это А корней из двух. А теперь уже вот в этом треугольнике, вот в этом треугольнике мы применяем теорему Пифагора. То есть, эта сторона А – это А корней из двух. Применили теорему Пифагора, получили, что это А корней из трёх. Ну, очень удобно это помнить. Если же у нас был не куб, а параллелепипед прямоугольный, ну или в простонародье кирпич, Или еще более простонародно, это объемный прямоугольник, ну хотя опять же это же организм. Тогда у нас элементы были бы какие-то А, ну давайте одна сторона А, вот эта другая сторона В, и высота пусть будет С. Ну тогда что мы можем сказать, что объем прямоугольного пролипипеда это А, В, С, понимаем площадь основания, и вот так мы укладываем такими полосочками, умножаем на С. Дальше, если говорить про площадь поверхности, то это было бы, площадь поверхности у нас была бы 2АВ плюс 2БЦ плюс 2АЦ, то есть смотри, у нас получается идут парами, одно напротив другого, одно напротив другого, каждый вид прямоугольника встречается по два раза, 2АВ, 2АЦ, 2БЦ. И если говорить про вот эту диагональ, то тут уже придется немного посложнее, это будет корень из А квадрат плюс В квадрат плюс С квадрат. То есть применить теорему Пифагора, и диагональ тогда в кирпиче будет вычисляться вот так, корень из А квадрат, корень из суммы квадратов его измерения, говоря так компактно, красивым математическим языком. С этим разобрались. Вот набор формул. Желательно, конечно, их помнить на автопилоте, но если что-то получается, то всегда можно вывести. Вообще, я рекомендую, конечно, вывод. Это всегда и лучше формула запоминается, и как-то, скажем так, качество знания повышается, и общая математическая культура. Теперь смотрим на цилиндр. Ну, во-первых, нам еще понадобится, помним, что площадь круга это Пиер квадрат, а длина окружности 2Пиер. Так вот смотри, если говорить про объем цилиндра, то что получается? Берем, как бы, такой кружочек, такую шайбочку единичной высоты. Что получается? Пиер квадрат, это площадь нижнего, если сдан радиус r, и нам нужно выложить сколько-то такими дисками. Пиер квадрат на h. Интуитивно понятная формула. Теперь поговорим про площадь боковой поверхности. Площадь боковой поверхности цилиндра. Что это будет? Вот для вывода площади боковой поверхности очень удобно представить себе вот такую картинку. Вот смотри, вот возьмем лист бумаги, и вот мы получили цилиндр. Вот перед нами цилиндр, и нам нужно найти площадь боковой поверхности. Что сделаю? Если я его разверну, я получу прямоугольник. А что же это будет за прямоугольник? Чему равны его стороны? Одна сторона, это h, высота цилиндра. А вот это, вот смотри, если я разворачиваю, что получается? Длина окружности. То есть тогда мы имеем, что площадь боковой поверхности это h умножить на 2Пиер. Но как-то число все-таки надо выносить вперед. 2Пиер-х. Это площадь боковой поверхности. А площадь полной поверхности это будет боковая. 2Пиер-х. Плюс еще две крышечки. То есть 2Пиер-квадрат. Вот мы разобрались с цилиндром. 2Пиер-х.